Уважаемые жители Кашхабльского района, сегодня я хочу рассказать о результатах рассмотрения судом и соответственно расследования следственными органами Кашхабльского района одного уголовного дела, которое имело повышенную общественную актуальность и общественный резонанс. Значит, речь пойдет о трагедии, которая произошла ночью 20 августа 2016 года на автодороге вблизи поселка Дружба. А вот тогда произошло ДТП, в результате которого погибло два человека, один из них несовершеннолетний. Значит, недалее как 14 апреля 2016 года Кашхабльским районным судом было проведено выездное судебное заседание и был постановлен обвинительный приговор в отношении Тлемахова по ст. 264, ч. 6, то есть в отношении лица, которое было признано виновным в совершении данного ДТП. Значит, кроме того, Тлемахов был осужден по ст. 264 со значком 1, то есть за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Суд назначил Тлемахову достаточно суровый приговор, он по совокупности преступлений был осужден к наказанию в виде 5 лет и 8 месяцев лишения свободы с лишения права управления транспортным средством на 3 года, то есть максимально практически назначил ему суд дополнительное наказание. Что хочется отметить, значит, Тлемахов, он ранее отбывал уже подобное наказание и не далее, как в марте месяце, освободился после отбывания наказания. Однако никаких выводов для себя не сделал, в состоянии алкогольного опьянения вновь сел за руль. И вот как раз управление автомобилем в таком состоянии привело к такому печальному итогу. Как я уже отметил в начале своего выступления, значит, погибло два человека, один из них несовершеннолетний и погибла женщина. Фактически, значит, была разрушена одна семья, потому что в ДТП пострадал ребенок и пострадала жена, мужчина, который также передвигался в этом автомобиле. И еще одному лицу, а именно молодой девушке 96-го года рождения, были причины тяжкие телесные повреждения. Семья возвращалась домой с морского побережья, где проводила свой отдых. В настоящий момент приговор еще не вступил в законную силу, и сторонам предоставлено право для его обжалования. Также хочется отметить о том, что на территории Кашхабльского района, вот в этот узкий промежуток времени, с августа по сентябрь месяц, произошло еще два ДТП, которые также унесли человеческие жизни. Значит, буквально за тем ДТП, которое произошло в поселке Гружба, и в котором был виноват Лемахов, значит, буквально в следующий день произошло ДТП, где уже виновником ДТП был признан некий Нечапуренко. Он не является жителем Кашхабльского района, а являлся жителем Гроздарского края. Значит, он также управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, и также в этом ДТП погиб человек. Также в сентябре месяце произошло ДТП на автомобиле под управлением Шаковым, где также погиб человек. Значит, оба этих лица, поскольку они совершили преступление в состоянии алкогольного опьянения, оба получили реальное наказание в виде лишения свободы сроком на два года. И следует отметить о том, что вот такие вот наказания, это не случайность, это не какое-то там предвзятое отношение суда. Я считаю, что это и наша принципиальная позиция, и принципиальная позиция суда. Вот так вот судебная система, и мы будем реагировать на те преступления, которые совершают лица в состоянии алкогольного опьянения, которые сознательно садятся за руль в таком вот состоянии, нетрезвом. Потому что это приводит к таким вот тяжким последствиям. В одном случае, как я уже сказал, погибло два человека, обстрадало одно лицо. В двух других случаях также погибли два человека. И поэтому мы будем настойчиво и последовательно добиваться назначения таких вот суровых и строгих наказаний, для того, чтобы создался определенный профилактический эффект, для того, чтобы в обществе возникло состояние нетерпимости и нетерпимого отношения к таким вот лицам, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. Потому что, как я уже отметил в начале своей речи, это приводит к непоправимым последствиям в виде наступления смертей. И нужно понимать, что этот ущерб является невосполнимым и не может быть компенсирован никакими материальными благами, а также не может быть выражен в каком-то денежном кививаленте. Поэтому в завершении своего выступления, обращаясь к вам, к жителям Кашхабльского района, хочу вас предоставить речь. От совершения таких преступлений хочу вы, если можете, повлияли на своих знакомых, а также на своих близких, для того, чтобы они не садились ни в коем случае за руль в состоянии алкогольного опьянения и ни в коем случае не допускали, чтобы транспортными средствами, имея в виду автомобили, мотоциклы и иные транспортные средства, управляли их знакомыми в состоянии алкогольного опьянения. Потому что, как я уже сказал, наступают непоправимые и тяжкие последствия. Это и уголовная ответственность, но что самое более страшное, это причинение смерти и тяжкого вреда здоровью иных лиц.